МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры новины Витебской в области у студии Наталья Байнарович. Витаю вас. Новые социальные объекты и добрые упорядкованные перспективы развития Аршанского и Полоцкого районов обмерковали на посажении Витебского Аблова-Канкама. Школа и поликлиника, бассейн и обновленные улицы глубоко эрыхтуются до областного свято-працовников вёске до ЖИНКИ-2022. Доручение кероника Державы и УРАДА на особом контроле. Выники реализации указа президента номер 506 о празвитии Аршанского района и комплексу мер по празвитии Полоцкого района наперед до 2025 года обмерковали на поширенном посажении Аблова-Канкама с уделом у всех затекавленных служб и ведомств. Особливая увага зверталась на выполнение основных мероприемств, связанных с увядением бойных объектов социальной инфраструктуры. С подробностями Инны Кирьенкова. Посажение Аблова-Канкама началось с церемонии узнагороджения. С подзаками кероника Администрации президента, гоноровыми грамотами Витебского Аблова-Канкама и Витебского областного совета депутатов за выдатные заслуги и шматгадовую працу были отзначены лепшие работники органов державного керования социальной сферы. Далее приступили до обмеркования основных пытаний. Что ж тыжится реализацией 506 указа президента, старшиня Аршанского района и Канкама Игорь Исаченко остановча оценил ход выканания основных мероприемств. По выниках минулого года 4 основные показчики выкананы за выключением одного, колькости занятого насельництва у экономицы. Чистый прибыток у экономицы вырос у 2,7 раза, рентабельность продажу больше чем на 8%. И, как выник, активными темпами ведется будавництво основных объектов. Многие из них будут уведены в эксплуатацию уже сё лета. Это, прежде всего, строительство мусороперерабатывающего завода. Это на три района. Первое. Второе – строительство поликлиники, где большие инвестиции, порядка 57 миллионов. Строительство, скажем так, жилья. То, что у нас планово идёт, это каждый год практически инвестиции, порядка 45 миллионов. Другий год – дейнишая программа по развитию Полоцкого района. За пять годов продоглежено реализовать 85 мероприемств, накеровать 356 миллионов рублей. Головное – зарабить регион больше притягальным для туристов, а так само створить комфортные умовы для проживания. Сегодня строится детский сад. Сегодня в здании бывшего здравоохранения завершается реконструкция кадетского училища для наших детей о будущем и для детей с Российской Федерации. Сегодня решена судьба Дома офицеров. Мы передали его университету нашему, где будут дополнительные корпуса. А в будущем мы там видим создать военную кафедру, требует капитального ремонта на улице Богдановича мост, на улице Октябрьской. Поэтому мы обратились в выделение бюджетного кредита. Всё лето меркуется освоить не меньше 76 миллионов рублей, третьих – сродки районного бюджета. За санкционного тиска, падение инвестиций, в острове устает проблема финансований намеченных объектов. Гэта тычится не только Аршанского и Полоцкого районов. Старшиня Витебского Аблвыконкам Александр Суботин звернул увагу керавников районов на обовязковое выконание усих метовых показчиков, реализацию мероприемств у доведенные термины. Надо максимально нам ещё больше объединить усилий сосредоточиться на реализации мероприятий именно в установленные сроки. В те сроки, которые, ещё раз подчеркну, мы с вами планируем. Мы с вами планируем. Поэтому нужно однозначно их выполнить и выполнить безапелляционно и однозначно. Выполнение всех трёх индикаторов должно быть тоже безусловно в порядке. До речи, наприканцы мая Полоцк, самый старожитный город Беларуси, отзначит свой 1160-й день народжения. А у початку червеня город, где народилась и жила пропадобная Евфросинья, станет центром урочистости у присвеченных 1030-ти годзю Пролославья у Беларуси. Инна Кириенкова, Ян Чельников, Новины, Витебск. Вишневая столица глубокая, активно рыхтуется до областного свята працовников вёски Дажинки-2022. У райцентра обновять каля сотни объектов – дороги, тротуары, жилы, фонты, двары. Велика увага социальной сферы. Уже завершается будавництва бассейна. Серьёзную модернизацию переживая середня школа номер 3. Як ведутся работы, цанили члены областного штаба по подрыхтуцей свята працовников вёски, які узначальвая старшиня областного совета депутата Владимир Тярынтю. У столицы Дажинок-2022 побывал Сергей Скол. Областный штаб по проведению фестивалю кермашу працовников вёски своё пасядженье пачина як звычайна, в загляду того, что зроблена. На початку маршрута – физкультурно-оздоровленьший центр. Тут до Дажинок з'явица перша и до Гочеканы для Жахароу райцентра бассейн, чатыры дорожки по 25 метров, сауна и джакузи. А готовность объекта – маль 90%. Осталось практически благоустройство дополнить и немного текущий ремонт кабинетов, которые будут расположены на первом этаже. Объект, конечно, настолько необходим. Во-первых, это помощь для проведения учебно-тренировочных сборок, это занятия и тренировки для учреждений образования, но, конечно же, для населения. Масштабная реконструкция закранула середню школу номер 3, якая рыхтуется не только для свята хлебороба, а и для отримания нового статуса – гимназии. Тут учится больше за тысячу хлопчиков и девочинок. Деля их стараются будовники, кладут новую плитку, тынкуют стены. У этой справе и на двор есть добрый помощник. Нам главное, чтобы была хорошая погода, чтобы фасад был сделан красивым. Мальчишки до нас начали раньше делать, утеплять фасад, а так мы третью неделю. А осталось еще, ну, в июле сдадим. Первого сентября школа встретит ребят, учителей, родителей, которые с пониманием отнеслись вот к всем вот этим ремонтам. Новый, светлый, просторный, хорошо оснащенный. Ну и, в общем-то, наша задумка по продвижению качественных знаний через оснащение современным оборудованием учреждений образования, она будет реализована. Обновление социальных объектов до Дажина, где б я ныне проходили, завжды у прайоритете. Районным поликлиникам особливая увага и Глыботское невыключение. Тут уже иди ремонт. У спися першочарговых, так само жилые дамы и в уличное полотно, незабытые места отпочинку. С каждым днем прихожая набережная. У набережной на данный момент ведется у нас завершение тротуарной дорожки порядка 430 метров. Я думаю, на следующей неделе мы закончим. Ну и в планах прорабатываем вопрос по финансированию строительства концертной площадки. Знешний выгляд города меняется на вачах, и это не застается без уваги местечу. Глобачане любят свой город и уважливо сочат за работы будовников и мясовых улад. Благораживают наш город, конечно, дороги ремонтируются, это немаловажно для нас. Дома очень красиво обустраивают, работы ведутся. Это приятно, что город наш будет к дожинкам очень красиво выглядеть. Тут же красота, правда, уже можно провозить. Организационные моменты обновления Вишневой столицы обмерковали уже на пленарном посяджении штаба. Як выконывается график, якие проблемы и снують, и як я не вырошаются. Неводное рабочее пытание не засталось без отказу. В целом же все работы, которые ведутся по-глубокому, они идут полностью с тем графиком, который утвержден. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что к началу проведения дожинок все задачи, которые поставлены по-глубокому, они будут все в комплексе выполнены. Сегодня глубокая выглядит, як великая будовничая пляцовка. Проводятся упорадок дороги, тротуары и вуличное освятление. Активными темпами ведется доброупорадкование и капитальный рамон жилого фонду. Усягода фестивалю кирмашу працунюков вёске дожинке 2022 обновят колясотни объектаў. Сергей Скола, Легчарняк, Новины. Глыбокая. Территория дзятінства. Фестываль творчысті присвячены стагодзю республіканской піонерской організацій прайшоў у горадзі надзвіной. Піонеры 100 сабрала боч за три сотні энергічных лідаров і актывістів, креатывных важатых і ветеранов руху. А таксама сяброў з інших організацій. З векавым юбілеем простонікоў самага масавага дзятячага об'яднання країны павіншаваў кіравнік в області Александр Суботін. За Виталий на святочный концерт і юні гості з Росії. Ви перві должны быть во всім, всігда, і именно на вас ми полагаємся. Ви потом будете лечить, учить, строить корабли, строить машини, растить хлеб, заниматься наукой. Именно вы сформируєте ту большую, успешную страну, в которой ми живем і в которой будем жити. Я уже на втором подобном мероприятии была на главном фестивалі, который проходил в Мінске. Сейчас это тоже довольно масштабно, очень много дзятей, много разных интерактивов. Пионеры – это современное движение, которое развивается, оно даёт новые плоды. Очень много сейчас вступает пионеров. Завершилася святочное мероприемство на урад шестой нотці. Лепші пионеры Витебщины отрымали ў гэтый день заслуженые узнагороды. До юбилею десантника номер два. У Витебску шановали память генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Лейсава. У гонор 110-гадового юбилею знакомитого урадженца Витебска, леопомника десантникам усіх покалінням, адбылся митинг. Простовніки улады и громадских объединаний у вайсковцы 103-й особной гвардейской мобильной бригады, ветераны, студенты и школьники усклали вянки и кветки. Присутнічылі на урачыстастях и родны генерал-лейтенанта. Узгадывалі справы легендарнага десантніка і яго уклад ў стварыні развіццё паветрана десантных войсков. Мінавіта дякуючы Ивану Ивановичу Лісаву ў крылаты пяхоты сявіліся свае символы – блакітный берет і цяльняшка. У свой час наміснік командуючых ПДВ шмат зарабіў для стварыння принципово новой системы боявой падрыхтовки десантнікаў. У самый ближайший час у Витебску сявіцца меморіальна дужка у память пра знакамітага дземляка. Мінавіта івану івану івановича було нега призабыто і наша задача була, всіх, хто і изучає історію десантніх військ, всіх, хто служив, деціптіне, ще раз, це імя внести на той пьедестал, другого слова знайти не можу, на якому він должен знаходиться. Тому, наверное, не случайно, і вот несколько лет назад ми установили пам'ятник десантніку на те времена, де выбитые сегодня і Борельеф, і Лисова, і Маргелова, ну і, конечно, сьогодні, в день його 110-летія решили собраться. Кода я в детстве почитал книгу «Избранниці неба» про жінчин-парашютисток, я, конечно, восхитився десантними войсками, братством десантними, прыжками парашютними, і, наверное, с этого момента стал мечтать о том, що десантні войска – це моя судьба. Наши военнослужащі, солдати в срочной военній службі учатся на історії воздушно-десантних військ і вдохновляються героїзмом наших предків, таких вот замечательних представителей, як генерал Лисов. У Витебской обласной бібліотеці открыласься выстава, просвеченная генерал-лейтенанту Івану Івановичу Лісову. Чоловек, улюбённый у неба. У экспозиції книги, яго аутарства і артыкулы пра легендарнага десантніка, який, окрімя усягу, был яще членом Союза письменников і Союза журналистов, а так само кандыдатам історичных навук. Падрыл пустуючага будынка і ліквідація наступства надзвычайной ситуації. Супрацовніки МНС проводять комплексные вучэні у Новополоцку. Першым этапом стаў падрыў старога будынка над рытуры і вучэліщча Олімпійськага резерву. Для гэтага спеціалістам аварийно-ратавальнага отрада «Витязь» спатрыбілася 55 кілограмов выбуховага рэчева. Затым рытурніки отпрацавалі ліквідацію наступства надзвычайной ситуацій у районі разбуранной побудовы. Пошук людей падзавалами, допамога потярпелам, локалізація узгорання, умацавання конструкцій. У комплексных вучэнях МНС задзенючаны звыше 70 чалавек і більш за 30 адзінок техніки. Акцент делається на ті различні чрезвычайні ситуації, які можуть визникати. Це дорожньо-транспортні проїшестві, це аварії хімічно-опасних об'єктів на жерезнодорожному транспорте. Також порів газопровода, який по задумки привел к разрушенню цілого общежития, де задействованы силы історіства міста по поиску людей, по минимизации последствий ЧАЕС. Також мы отрабатываем в целом всю систему, буде отработана система оповіщення всех граждан в случае необходимости евакуации граждан із зон возможных чрезвычайних ситуацій. Па час комплексных вучэню МНС практична адпрацовуюць усе дзенні при узнікненній надзвычайной ситуації. При гэтым ратоніки взаємодіючуюць з органами кіровання города. Такі треніровки проводяться раз у 5-7 гаду. Выпуск на віна гэтым завершены, я з вами развітваюся. Всем дякую за увагу і до зустрічі. Синоптики повідомляють, у ближайші сутки па в області буде в облачному, у день з проясненнями, часом дожжі, місцами моцне, з навальницами, ветер па в дню ва заходні 4-9 метрів за сікунду, парывы до 14 метрів за сікунду, температура па вітра ночу ад плюс 7 до плюс 12, у дзень слубкі термометру пакажуть 16-21 гадус, в іше і за нуль. У Віцібску так само чыкаецца в облачная надвора, і у день з проясненнями, часом дожж, ветер па в дню ва заходні 4-9 метрів за сікунду, температура па вітра ночу ад плюс 10 до плюс 12, у дзень 16-18 гадусу тепла.